Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. В сегодняшнем видео будет обзор и распаковка шприца рычажно-плунжерного от компании Автодела. Итак, друзья, шприц рычажно-плунжерный применяется для нагнетения консистентной смазки в узлы трения. Объем заправочной емкости 200 мл, рабочее давление 204 атмосферы, максимальное давление 272 атмосферы. Шприц укомплектован стальной изогнутой трубкой с наконечником. Приобретал, друзья, данный шприц для обслуживания своего лодочного мотора. Ну и решил заснять видео, поскольку информации о шприце мало. Ну и решил заснять, чтобы, может быть, тоже кто-то будет делать самостоятельно обслуживание своего лодочного мотора. Не хочет отдавать в ремонтные мастерские, где делают, обслуживают моторы. Вот. Хочет делать так же, как и я, поскольку, ну, я считаю, если есть возможность, лучше самому обслужить свой лодочный мотор. И быть уверенным, что все элементы, которые нужно смазать, там, заменить то же самое масло, мы уже сами все это сделаем и уже будем спокойно в душе плавать и знать, что наш мотор нас не подведет. Итак, друзья, давайте приступим к распаковочке. Давайте, наверное, сейчас сделаем замер нашей коробки, чтобы было, ну, понять, чтобы вы представляли. Получается, длина нашей коробки идет 31,5 см на 5 см. Вот, получается, габариты нашей коробочки. Здесь на коробке идет вся информация. Вот. Как бы, в принципе, всю информацию я вам сказал. Давайте вскроем. Получается, друзья, наш идет пистолетик. Вот. Коробочка. В коробке, получается, друзья, больше ничего нет. Отложим. Ну, вот, получается, пистолет наш. Пистолет, ну, кто как говорит, пистолет, шприц был упакован в такую целлофановую обертку. Вот. Вот идет изогнутая вот эта трубка с наконечником. И сам шприц. Шприц, друзья, с выполнен, получается, с металла. Хотел взять, получается, 100 мл объем, но он немножко дороже. И в комплекте вот такая трубка была. И получается резиновая такая. Но отзывы, они не очень хорошие. Протекает там везде. И решил взять 200, как бы. Ну, такой универсальный. И по дому пригодится, если у кого есть какие-нибудь, ну, какая-нибудь техника. Шприцевать нужно, как бы, 200 мл. Самое то. Ну, а для нашего мотора, если нам нужно будет шприцевать, ну, можно 100 грамм заправить. Если мало, ну, еще, как бы, добавить. Вот. Давайте посмотрим по трубке. Трубка выполнена из металла. По резьбе, как бы, все понятно. Давайте открутим нашу насадку. Посмотрим, что внутри. Получается, смотрите, тоже идет резьба. Внутри стоит шарик. Ну, наверное, идет как дозатор нашей смазки. Тут все понятно, все хорошо. Давайте вскроем вторую часть. Здесь, получается, друзья, сейчас покажу поближе. Внутри. Опа, даже выскочил, сейчас покажу. Вот здесь вот стоит шарик. Это понятно. Внутри идет вот уплотнительная резиночка. Здесь идет пружинка. Ну, и здесь вот эти идут губки вот такие. Мы их в моторе, кто знает, там есть такие выступы. Вставляем и закручиваем, и начинаем шприцевать. Что-то добавить больше, друзья. Как бы нечего. По качеству изготовления, ну, на вид все хорошо. По самой насадке ничего, добавить больше нечего. Все сделано добротно. По пистолету, друзья, вот идет автодело. Можете видеть компанию. Пистолет сделан с металла. Ну, по клепкам, как бы, тут тоже никаких проблем нет. Все заклепано, все хорошо. Вот эта часть верхняя, сейчас я откручу. Пистолет состоит из двух частей. Я думал, она пластмассовая. У производителей не указано, но она идет железная тоже. Ну, как железная, наверное, вот, может быть, я бы сказал, даже порошковый материал, какой сделан. Ну, все равно, не пластмасса, уже есть хорошо. Не должна так быстро поломаться, если не бросать ничего. Здесь внутри, видите, вот, сделан поршень, который будет проталкивать нашу смазку. Внутри идет уплотнительная резиночка. И больше, друзья, ничего. Как бы, все ходит хорошо, нигде ничего. Не заржавело и не должно ржаветь. Все смазано. Как бы, тут больше рассказать нечего. Далее, друзья, сейчас покажу. Со второй стороны сделана вот такая крышка для того, чтобы заправлять нашу смазку. Вот. Вот емкость 200 миллилитров. Где я вам говорил ранее, 100 миллилитров хотел заказать. Там, получается, вот такой крышки не будет. Она уйдет уже суцельная. Но я тоже считаю, что минус. Поскольку, ну, покажу немножко позже. Внутри, получается, идет вот крышка. Тоже металл. Идет сам шток. Идет резинка тоже смазана силиконом, наверное. Чтобы не ржавело, когда лежит на складе. Это пружина довольно-таки качественная, крепкая. Ну, а здесь сверху, вот, видите, идет шайба и идет шпилька, которая вот держит наш шток. И вот эту резиновую нашу, которая, резиновую, не знаю, крышечка, которая толкает, получается, будет толкать нашу смазку. Ну, единственное, вот, немножко какая-то ржавчина есть. Непонятно почему. Хотя смазана была силиконом. Ну, наверное, с обычного металла с нержавейки не делают вот эту шайбу. Вот. Как бы, я считаю, это ничего страшного. Ну, вот, пистолет собирается вот так. Все. Вставляется. Ну, получается, сюда мы залаживаем нашу смазку. Все, пружина получается наша довольно-таки качественная сделана. Будет хорошо ее давить. Вот, видите? Вот. Сюда вот накручивается наш наконечник. Получается, вставляем в мотор, закручиваем и начинаем шприцевать наш мотор. Единственное, друзья, вот я говорил, что где 100 миллилитров пистолет, там вот, вот этой крышке нет, она суцельная сделана. И просто сделана прорезь вот такая, как здесь. И вставлен вот этот шток. И смазку надо залаживать. Будет спереди. Ну, я считаю, это неудобно, поскольку, чтобы нам заложить смазку, нам надо будет оттягивать вот эту пружину, держать, получая, держать вот этот шток, залаживать смазку, закручивать. Ну, это неудобно, я считаю. Поэтому вот этот пистолет, чем мне понравился больше. И объем 200 миллилитров, ну, то, что единственное, нету, повторюсь, там резинового шланга гибкого этого, но если вы берете чисто для обслуживания лодочного мотора, то вот эта конструкция вообще идеальная. Ну, а если кому-то надо там для автомобилей, ну, уже смотрите сами. Так что ссылочку, друзья, на этот пистолет и меньше по объему с резиновым шлангом я оставлю в описании. И давайте еще пройдемся по размерам. Давайте вот полностью размер от самой насадки до, вот, конца получается 40, 42, 41,5. Ну, а по ручке, если так взять, 8 сантиметров. Вот. В принципе, друзья, по пистолету добавить нечего, я не пользовался. Пользоваться, ну, уже буду весной, как буду делать ТО своего мотора. Не успел я сделать зимой, перед зимой. Ну, нехорошо, конечно, это надо было бы сделать, но уже будем делать весной. Так что, кому интересно, как этот пистолет будет работать, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Ну, пишем, конечно, свои комментарии. Может быть, у кого-то есть такой пистолет. Может быть, он, ну, как-то себе в процессе эксплуатации там либо хорошо показывает, либо какие-то косяки вылазят. Тоже будет полезно. Вот. Ну, а вам, друзья, я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну, и до новых встреч. Пока.